Господи, благодарны Тебе за это утро, Иисус, воскресное утро, Господи. Благодарны Тебе, что Ты посещаешь нас, пробуждаешь, увлекаешь, Господи. Слава Тебе, Христос, превозносит Тебя во имя Твое, молимся и просим. Аминь. Давайте откроем 1 Петра, 2 главу, и прочитаем стихи. Как новорожденные 2 стиха, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеками отверженным, но Богом изданному, драгоценным. Интересно, я подумал о том, как младенцы, познав вкус молока матери, они все время тянутся, ищут молока матери. Это такая картина, что мы также, познав благость Иисуса Христа, Его спасение, Его милость, Его благодать, Мы, безусловно, также как младенцы, то есть новорожденные, родившись, мы все время тянемся к Его любви, под Его постоянным выражением любви, как Он всегда выражает и преподносит свою любовь. Мы вкусили, что Он благ, и затем каждый из нас вкусил, что Он благ. И также настает время, как вы знаете, отлучения от молока, то есть период, когда младенца отлучают от молока, и это такое напряженное время становится и для младенца. Он не понимает, что происходит, обстановка меняется, и почему сейчас нет этого молока, которое всегда было, которое было всегда рядом, но сейчас его нет. И если я правильно помню, твердая пища в сравнении с этим, это мудрость приложенная, где может быть изменена обстановка, но Господь Иисус Духом Святым прилагает мудрость, пищу. Но тем и менее, как здорово основать, что уже будучи взрослыми, это просто картины, молочные продукты мы все равно едим. То есть мы едим, мы пьем молоко, мы едим молочные продукты, творог, йогурт и так далее. И это все говорит, как я помню, тоже говорилось, что это все говорит о том, что Господь упражняет нас в начале своей удивительной благости, которую мы вкусили каждодневно, да, благости спасения, благости милости, благости благодати. И это все также приводит нас к исполненности Духом Святым. И все, каждые дни наши начинаются именно с этого, Духом Святым верности, что Он просвещает нас прежде всего в этом. И затем, когда обстановка может поменяться, Он уже сам совершает дальнейшее вкушение или приложение той пищи в связи с сложившейся обстановкой. Например, читая недавно книгу Даниила, можно увидеть, что, например, Даниил и трое юноши, они были, если взять кратко, во-первых, Иудея была поражена, и Навуходоносор схватил, не схватил, а поразил. И, кратко говоря, как вы помните, Даниил и трое юноши оказались при дворе практически. И вы помните, как, можно сказать, другие халдейские мудрецы, исходя из того, что происходило в третьей главе, они все время как бы ставили палки в колес. Почему? Потому что Бог, безусловно, был не то чтобы за них, и за них тоже, но и через них, через этих трех юношей и Даниила. Для чего? Для того, чтобы явить эту спасительную работу. И мне нравится, как Даниил, когда царь дал этот указ, чтобы поразить всех мудрецов из-за того, что никто не мог сказать содержание его сна, не то чтобы значение его сна. Он сказал всех убить, всех поразить, семьи, дома разрушить. И что сделал Даниил? Даниил пришел к царю, он не испугался. Представьте, представь перед Навуходоносором. Он пришел к нему и сказал, есть Бог, который может раскрыть тебе сон. Иначе говоря, Бог все время освящает свое Писание, свое Слово в Иисусе Христе. И это хождение связано с тем, что действительно обстановка может меняться, скорбь может пребывать физически, но также есть и поделение радости в том освящении Слова, которое Бог освящает. И как здорово, что Даниил, он заступился практически из-за халдейских мудрецов, сказал, не надо Бог, не надо поражать. Он вошел в комнату и вошел в это словесное молоко, можно сказать, пребывание вместе с Богом. Попросил молиться юношей. И когда произошло это, Бог раскрыл ему эти сны. И Даниил затем раскрыл это. И через Даниила Бог, мы можем сказать, привел это спасение для тех же халдейских мудрецов и для всего в дальнейшем царства Навуходоносора. И третья глава, это уже совсем другая история, да, уже разговор личный с Навуходоносором. Аминь. А благослови вас Господь. Аминь. Слава Господу. Замечательно. Возвращаемся в исповедание и исполненность Духом Святым и обнаруживаем, как Господь нам свидетельствует и через нас. Замечательно. Спасибо, пастор Нолан. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе в этот удивительный день, Твой день. Мы благодарим Тебя за это замечательное название именно этого дня, воскресенья. И мы, приходит на память нам эта удивительная фраза, книга Деяний, 4-й, 33-й. Апостолы шли и провозглашали воскресенье Иисуса Христа, и великая благодать была на них. Благослови этой великой благодатью сейчас нас. Благослови это слово посвящения. Во имя Твоя Иисус мы молимся и просим. Аминь. Сегодня у нас 14-е слово посвящения по первому посланию Петра. Это 2-я глава с 11-го стиха сегодня по 16-й. Замечательно, замечательный, преображенный рыбак, Который стал выше, чем земная власть. Стал апостолом. И все это произошло благодаря тому удивительному себе секрету, который Господь ему открыл. Мы говорили вчера об этом в Евангелии от Матфея, 16-я глава, где он сказал свое исповедание. Ты Христос, Мессия, Помазанник. Ты Сын Божий. Мы с вами видим объяснение, которое дает Иисус в связи с этим. Блажен ты, Петр. Ибо не твои мысли эти, не твой опыт жизненный, не философии этого мира открыли тебе это. Но ты воспринял это от Отца. Ты услышал, как Отец разговаривает. Ты воспринял Его слова. Именно это стало, как впоследствии Петр заявит Иисусу Христу, мы от тебя никуда не уйдем. У тебя глаголы жизни, твои слова глаголы жизни. Эти глаголы жизни закреплялись у Него. Он возрастал в вере, в действиях. У Него были сложности, ошибки. Но Он был в Духе Святом. И Дух Святой Его все время возвращал в этот удивительный Эдемский сад. Слово Божье. К этой удивительной реке в Новом Эдемском саду. Река жизни. К этому замечательному дереву. Дереву жизни. Иисуса Христу. И вот мы с вами в одиннадцатом стихе. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников. Пришли, пришли люди, остановились где-то рядом с поселением. Может быть, образовали свой лагерь, хутор. Люди проходили мимо и смотрели на них. И потом шептались. Чего такое у них там происходит? Каждое утро они встречают солнце и волятся. И что-то такое говорят, такие радостные. Откуда радость у них эта? Может, выпили? Другие говорят, нет. Ты посмотри, как они аккуратно, с почтением ведут себя. Да ладно! Эй! Христианин, иди сюда! Хочешь выпить? Хочешь это? Хочешь это? Пойдем! Много искушений было. Причем некоторые из этих искушений, они были направлены демоническими силами, чтобы проникнуть в верующего и зажечь его плоть. И такое происходило. Поэтому здесь мы видим удивительное. С 11 стиха 2 главы по 17 стих 3 главы это новое поведение, новое обхождение, новые взаимоотношения, которые у нас есть с этим миром. И это раскладывает Петр по трём уровням. Первый уровень очень важный. Нам никогда не надо забывать, что находясь на своём хуторе с Иисусом Христом, мы вышли за Стан. Мы распяли в себе старую жизнь. И там мы живём. А рядом ходят язычники из своих городов, стран и смотрят. Что-то им не нравится, да потому что мы не так ведём себя, как другие. Не ругаемся. Не дерёмся. Не подсиживаем. У нас такая интересная любовь, братолюбие. И это новое поведение, его первый уровень. Посмотри, 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 посмотри. Вот христиане пошли. А мы идём. Мы говорим. В одной семье, замечательная семья, но сын верующий, остальные неверующие. И всё время идёт издевательство над этим сыном. А он терпит. И он читает Библию, что это такое. Столкновение Свидетельство Иисуса Христа или Иисуса Христа через нас. С тем миром, в котором живут потерянные люди. И всякий раз, когда такое свидетельство идёт, то у потерянного человека он от чего-то отказывается. Мы же те, кто имитируем очень много. Кто-то имитирует своих любимых актёров. Кто-то своих знаменитых родственников. Кто-то, дошедший до, может быть, до дна, имитирует своих криминальных героев. А вот здесь мы с вами подражаем Иисусу Христу. И это делаем. Не где-то в пустыне, хотя это тоже можно там делать. Но мы среди людей, где мы не имеем постоянного дома. Потому что наш постоянный дом там, на небесах. Вы здесь возлюбленные. я вас люблю любовью, Агапе. Вы как пришельцы, но вы знаете, что это непостоянное ваше место жительства. Вы знаете, что вы пойдёте и в другое место, и будете странствовать. И вы будете среди людей, которые измучены различными неблаговидными действиями. Это и гордыня, это власть, это серебролюбие, это половая нечистота, это честолюбие, прославление себя. И это будет к вам тоже прикасаться. Поэтому первое, как он заботится об этих замечательных свидетельствах Иисуса Христа, он говорит, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляйтесь, удаляйтесь от плотских похотей. Потому что у этой похоти есть особенность. Она вступает в военные действия с нашей духовной сущностью. Там так и написано это слово «восстающих на душу» слово «восстающих» «стратеу» «стратюэ» «извините» за мое греческое произношение. Это военный термин «страте», «стратего», «стратео» «это армия», «которая приготовлена для войны». разжигания. Если мы с вами хотим кому-то помочь и делаем это осуждением, то, скорее всего, мы это говорим, да не скорее всего, точно, мы говорим из нашей плоти, в которой есть также эти шесть ветвей страсти, и гордыни, и страсть власти, и обогащение, и чувственность, чистолюбие. Когда идет из плоти поучение того, кто находится в плоти, то воплотит, то его плоть начинает еще больше действовать, бунтовать и так далее. Удаляйтесь от этого. А как можно удалиться? Там кто-то говорит, что как можно удалиться? Да, можно и сказать, извините, я пошел, пошла. или начать молиться? Я рассказывал этот эпизод однажды на границе. Криминальная полиция стала вести по отношению ко мне криминально. Они захотели отобрать у меня денежные средства. ну вот в наглую так. Поделись. Да я встал и стал молиться. Закрыл глаза, стал молиться. Тишина. Когда закончил, один хихикает, а другой как парализованный. Сверетельство было перед ними. это очень интересно. Когда мы не позволяем своей плоти захватить вверх и воевать теперь через нас с другой плоти, не надо этого делать. 12 стих. А вот что надо сделать. вы провождаете добродетельную жизнь. Она красивая. Жизнь в Иисусе Христе красивая. Наши слова красивые. Наши взаимоотношения. Кого-то оно будет раздражать. Кого-то будет раздражать благодать. Кто-то будет ожидать, что его там нашлюпают. А мы не торопимся. Даем благодать. Пускай человек и можно было бы сказать, ну да, ну и что вы думаете, ты как один замечательный верующий, но не верующий, что слова, которые приняты от Иисуса Христа в другом человеке могут произвести такие же изменения, как в нем. И он мне сказал, и что, ты действительно думаешь на самом деле, что вот Иисус сказал, иди впредь, не греши, и она пошла и не грешила? какой-то у тебя Иисус мальчишка, что ли? И слово его и глагол жизни для тебя. Петр сказал, это были слова, которые Господь вдохновил, дал ему. мы слова читаем с вами. И действительно, когда мы действуем в этом мире, мир предлагает, чтобы мы реагировали по плоти. И тогда это будет восстание против нашей души. Нет, мы с вами, он предлагается в 12 стихе, препровождайте добродетельную жизнь. Добродетельная жизнь. Ну, да, в русском языке это делать добро. А разве не так? А разве это плохо? А разве плохо к своим коллегам на работе быть ободряющим человеком, радостным? И когда ждут реакции молчать, молиться, это ничего, бывает. Я тоже бываю чайником, который вот-вот закипит. Ничего. Жизнь новая в Иисусе Христе. Ну, вот, посмотрите, чайник и Христос сталкиваются. Четвертая глава Евангелия от Иоанна. Идет на свою встречу с Богом женщина самарянка. И вот Господь сидит, она не узнает его. Ну, конечно, у нее свое воображение и так далее. Там нету места Иисуса, Иудея. И он не только там сидит, но еще Игис просит ее, самарянку иудей, самарянку, да ты что, дай мне напиться. Да как так ты можешь разговаривать со мной, ты что, не видишь, я женщина, я самарянка. Для вас это иудеев табу нельзя. И что он говорит? Если бы ты знала подарок Бога, и вот я так представляю, знаете, иногда можно видеть картинки того, что происходит в человеке, в его уме, когда прикасается что-то такое доброе, и он успокаивается. Буря, которая кипела в наших умах, она успокаивается. Он ей говорит, если бы ты знала, дар, подарок у Бога для тебя лично, ведь она, вероятно, могла слышать именно так это. Он не говорил, если бы ты знала дар, который есть у Бога для тебя, то вообще можно рухнуть? Нет, это был спокойный разговор любящего Бога. Мы люди, родившиеся в этот мир падшими сразу же людьми, потому что унаследовали. И вы знаете, мы очень обостренно воспринимаем всякую стрелу, всякое слово осуждения. Даже те слова, которые приносят добро нам и ободрение. Ты что меня, жалость есть ко мне? Ты что меня жалеешь, что ли? Крызакой, чтобы жалеть, а человек хотел помочь. У нас есть свидетельство, необычное свидетельство благодати, благодатной жизни. И оно, во-первых, в нашей семье, где этот дух благодати, он начинает царствовать. Добродетельная жизнь. и это наша жизнь с глаголами жизни, со словами жизни, с любовью жизни. Это все происходит, здесь написано, между язычниками. Теперь посмотрите, язычники. Здесь написано, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев. Ух ты! Ну, конечно. Мы раздаем наши трактаты. Кто-то скажет, уй, это вы что? Вы не видите, кто я? Я другой религии. чё мне, вы мне это? И там готов чуть ли не подраться. Кто-то разрывает прямо перед нами ненависные календари, в которых написаны слова Иисуса Христа. Ну, и что? Один так разорвал и бросил. Я говорю, у меня есть другую, хочешь, я тебе дам? Ну, порвешь еще один. Ты лучше почитай, что там есть. Дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела в вашу жизнь. Увидя сквозь бурю своего негодования увидя жизнь вашу, которая действует в вас. Посмотрите, есть добрые дела, придуманные самими и исполняемые самими. При таких делах человек устает. Марфа, она же, слушайте, ну, что может быть лучше, чем то, что задумала Марфа, 10 глава Евангелие от Луки. Она слушала, сидела у ног Христа, пригласила его, и вот он у них дома, она сидит у ног Христа, рядом сидит Мария, они слушают, и потом Марфа встрепенулась и подумала, о, о, гусь пришел, а я его еще не угостил, и она пошла на кухню, там стук идет такой, посуду готовит, а из другой комнаты раздаются слова Иисуса Христа. Ее это оскорбило. Ну, как может Иисус разговаривать с Марией, когда она занята, Марфа занята делом? И она вышла и сказала, сделала замечание Иисусу, ты что, не видишь? Я здесь занята, и у меня помощи нет, а мне нужно, скажи ей. почти как фарисей и седьмой главы. Что сказал Иисус? Таркетский, когда вы будете читать это, посмотрите, он обучает Марфу и очень любит ее. Нужно только одно слушать слова жизни. Также и эти язычники, между которыми живут эти замечательные пришельцы, они ворча, ругая, всякие глупости, говоря, у себя в домах по отношению к этим христианам видели добрые дела их. Это дела от Бога. И здесь такая интересная фраза. Эти дела, которые они делали, христиане и мы с вами, когда ведомы Духом Святым, для нас это наслаждение, для нас это восхищение Господом. Надо даже ты меня используешь вот для этого человека. И мы рады служить. И что происходит? Видя это, они обнаруживают, что они видят Господа Бога. Смотрите, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Такая красивая фраза. Мы с вами евангелизируем. Для человека это день посещения Бога. Вот сегодня день спасения, говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам в шестой главе. Вот сегодня день спасения. Мы идем и раздаем это. Кто-то принимает, кто-то говорит нет. Потом встречаются с другими евангелистами и так далее. Господь всех достает. Итак, мы с вами идем по этому миру, как здесь написано между язычниками и свидетельствуют нашей жизни. Здравствуйте. Драгоценный сосед, здравствуйте. я поселился рядом с вами. Вот хотите угощения и так далее. Странный человек какой, здоровец с неизвестными и так далее. Это день посещения. Давайте посмотрим на день посещения. Евангелие от Луки, девятнадцатая глава. Закхей мечется там, вот идет Иисус, толпа людей, пыль такая стоит, они каждый толкают друг друга, чтобы подойти, послушать, что говорит, наверное, Мессия, наверное, ты думаешь, как ты думаешь, Мессия, да? Ну, не знаю, а я думаю, что Мессия. И вот тут и Закхей мытарь, ну, мытарь, куда тебе? Ты обсчитываешь всех нас, ты служишь этой Римской империи, куда лезешь, куда лезешь? И намеренно они его оттирают, а у него малый рост, и он так оглядывается, и такой смышленый ум, да? И видит, что дерево на пути, где будет Иисус проходить, есть дерево высокое, забрался и смотрит оттуда. Иисус ему говорит, Закхей, спускайся, я сегодня у тебя обеду, день посещения. День радости, день спасения. Там Иисус и говорит в этом доме Закхея о своей миссии своего первого пришествия. Эта миссия Сын человеческий пришел для того, чтобы найти и спасти потерянное. Или вот еще день посещения в той же главе. Нет, одну секунду. Да, в той же главе. в 44-м стихе Иерусалим, 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 я так хотел собрать и там идет метафорическое изображение. Всех вас, но вы против. это эти слова, они переносят нас в тяжелейшее время для народа израильского, это время великой скорби. вот уже две тысячи лет открыта дверь благодати. И эти две тысячи лет еврейский народ, который ждал Мессию, и он пришел, и не хочет прочитать Библию так, как там написано. 53 глава Евангелия, вернее книги Исаии, 35 глава книги Исаии, 55 глава книги Исаии, 66 глава книги Исаии, 61 глава книги Исаии, псалмы, 21 псалом, а потом и 22 Бытие, 3 глава 15 стих, это первое обетование по поводу того, что сделает Мессия, как Он нас спасет. И вот Иисус в 44 стихе, это день посещения, который будет. И в то время Он пришел, Мессия пришел и так любил своих. Женщина серафиникянка шла за Иисусом и говорила, Господи, Господи, спаси мою дочь. Ученикам Иисуса Христа стало несколько неудобно. Иисус никак не отвечает ей. И они Его упрашивают, Господи, ну, ты поговори с ней, отпусти ее, уж слишком много она кричит. А Он даже в этом случае обучал их, как нужно настойчиво действовать по отношению к Мессии. Спаси, ты же Мессия! И Он поворачивается к ней и говорит, она исцелена, дочь. И говорит своим ученикам, я в Израиле не встречал такой великой веры. День посещения для нас это день, когда мы сегодняшний день, мы свидетельствуем о нем. А для тех, кто еще не знает, это посещение Иисуса Христа. Бог и мы. Да ладно, правда. Он сказал так в Евангелии от Матфея, 28 глава, 20 стих, или там с 19 стиха. Вот я с вами до скончания века. Идите, будьте Его свидетелями, Иисуса Христа. 13 стиха. Итак, первое поведение, направление, это как свидетелей. Второе, 13 стих, как граждан. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Покорны Господу. Слушаем Его слова. Он говорит о властях, которые Он установил. Мы молимся за эти власти. Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников, для поощрения делающих добро ибо такова есть воля Божья. А вот по этой фразе считается, что еще не было гонений, которые стали происходить после 64-го года, когда Нарон, поджегший Рим, переправил стрелки преступления на христиан. Это они подожгли. и пошли сильные гонения. Сколько угодно можно задаваться вопросами, а как же вот это власть? Суть заключается в том, что мы призваны молиться за власть. и когда идет преступные действия какие-то, мы слушаем Бога. Мы далеко не все знаем, что происходит. Наша миссия другая – говорить о Боге и быть законопослушными гражданами. Например, наша страна. Один из самых важных признаков быть достойным принятия в целый некоторый союз – это быть тем, кто лояльно настроен к гомосексуалистам. Те, кто своих детей ободряют, ты знаешь, у тебя есть выбор с самого детства решить, ты будешь мальчиком или девочкой. То, что в Библии говорится, это разврат и ужасная нечистота в обществе, за что погибли два города Содом и Гамора, наша страна с этим не соглашается. Слава Богу. потому потому что с этим идёт и масса других кустов преступлений. Вероятно, если бы я жил в другой стране, я бы потерял свою занятость, работу. А может быть, оказался бы и в тюрьме. Итак, ибо такова воля Божья, какая Божья, чтобы относились вот с почтением к власти, которая Богом установлена. Ну, вот, достиг человек такого положения наше, какое отношение, так и продолжать свидетельствовать об Иисусе Христе и для Него тоже, для них тоже. И когда мы делаем это добро, то загрождаются уста невежеству безумных людей. Мы делаем это как свободные, свободные, поставленные Богом для того, чтобы так делать, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, только что я говорил об этом, но как слуги Бога. Мы с вами служители Божьи. А это уже будет другой, третьей части. Всего будет пять частей. Итак, первое – это поведение свидетелей Божьих, второе – это поведение как граждан, третье – как слуг Бога, четвертое – как мужей, как жен и пятое – как мужей. Замечательно. Это по третьей главу седьмой стиль. Господи, как мы благодарны Тебе за удивительные слова, которые Ты даруешь нам, Господь. Слава Тебе, Иисус! И они совершенно соответствуют тому, что написано в Слове Божьем. Мы благодарим за любовь и благодать, за милость, за прощение. Слава Тебе! Может быть, среди тех, кто слушает слова этой проповеди, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите Его прямо сегодня. Сделайте себе день рождения, спасения от Господа. Принимая Иисуса Христа, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу Тебя, прости мои грехи, подари мне вечную жизнь, приведи в живую церковь, научи Твоему Слову, даруй благодать, милость, прощение, учи этому. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Твоего ... ... ... ..."